Тяжело представить ситуацию, при которой генерал мог в открытую обматерить Сталина прямо в лицо. Но такое действительно было. О каком генерале речь и что произошло с ним после такого? Его звали Иосиф Родионович Апанасенко, довольно малоизвестный командир, хотя именно с его подачи с Дальнего Востока было отправлено целых 18 сибирских дивизий, которые защищали Москву. О генерале сослуживцы говорили безграмотный неотесанный мужик. Это так, но Иосиф Родионович обладал огромным трудолюбием. Получил несколько георгиевских медалей и крестов в Первой мировой. Весной 1938 года Сталин образовал Дальневосточный фронт, через три года Апанасенко становится командующим фронтом. По закрытой связи Сталин звонит первому секретарю Хабаровского крайкома Баркову. У нас очень сложная ситуация под Смоленском, немцы готовятся идти на Москву. Войск недостаточно. Уговори Апанасенко поехать вместе с тобой в Москву, и чтобы он не артачился. Вдвоем они прибыли в Москву поздно ночью. Затем машины прямо в Кремль. Встреча со Сталином. Гитлер заносит большой кулак на столицу, мне необходимо забрать войска с Дальнего Востока. Затем Сталин начал перечислять Апанасенко номера нужных дивизий и частей. Выписав их, генерал сразу отправил телеграмму в штаб. Задача выполнена, в кабинет принесли чай. В этот момент Сталин говорит, сколько у тебя есть противотанковых орудий. Генерал Апанасенко назвал совсем небольшое число, на что Верховный Главнокомандующий тихо, но внятно сказал. Их тоже передай. В этот момент Апанасенко вскочил со стула. Чай полетел по длинному столу. Раздался крик генерала, ты какого черта творишь, мать твою? А если японские солдаты на восток наш пойдут, чем я защищать землю буду? Своими лампасами? Делай что хочешь, расстреливай, сажай, но пушки я тебе не дам. Ну все, сейчас зайдут васильковые фуражки и отвезут на Лубянку. В этот момент Сталин ответил, успокойся товарищ Апанасенко, не стоит беспокоиться из-за орудий, оставь их у себя. Вот так генерал Иосиф Апанасенко не только сумел высказать свое мнение, но и буквально в лицо обматерил Сталина. Сам вождь не только не расстрелял генерала, но и ценил его еще долгие годы службы.